Время 8 часов утра, выхожу я из отеля, одна, найду в Турцию, еще раз посмотреть на этот отель. Замечательный действительно отель, удачно расположен, очень удачно в тихом районе. Хорошо мы здесь отдохнули, теперь с новыми силами еду я в Турцию. Пока никаких планов нету, ждет меня хост в Трабзоне, захостилась я еще в Самсоне, Самсун город такой. Вот, пока не знаю, как я буду двигаться. Посмотрела билеты в Москву, честно говоря, не уверена, что я сейчас хочу ехать дальше в Европу. Посмотрела билеты в Москву, недорогие билеты есть на 3-й, на 9-й октября. Ну вот, где-то, в принципе, весь октябрь достаточно недорогой, где-то эти даты ориентировочно будут датами возврата в Москву. Вот здесь, нам сказали, ходят маршрутки прямо напрямую до Сарпи. На них написано, что это Сарпи, недорого ехать. Ну вот, сейчас посмотрим. До Сарпи я буду добираться на маршрутке до границы, от границы, скорее всего, уже автостопом в сторону Трабзона. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы это Сарпи было написано по-русски, ну или хотя бы латиницей. Пока всё написано по-грузински. Автобус, остановка вот такая вот, уродненькая. Автобус номер 16. Так что я уже двигаюсь в сторону границы. Время 7.54. Я приехала, заняло это у нас минут 40, я думаю. Решила зайти в церковь, перед тем, как зайти в мусульманскую страну. Недалеко здесь, кстати, водопад Андрея Первозванного. Вот это у нас Грузия, Чёрное море и Турция. Много народу уже на границе. Автобусы приехали, машины. Пошла проходить паспортный контроль. Толпится перед входом. Огорожен вход. Видите, фри даже есть какой-то. Пропускают, видимо, партии. Огромное количество народу, конечно, просто неимоверное. Итак, прошло 10 минут. Вместе со всей этой очередью прошли мы границу Грузии. Поставили мне штамп. Дьюти-фри реально находится на территории. Идём мы сейчас уже в Турцию. Вот такой вот туннель. Напоминает он мне туннели в Лаосе. Тоже есть такое во Вьетнаме. Много мы всяких таких туннельчиков проходили с Сашей. Теперь я по этому туннелю иду одна. Ещё один туннель. Уже на турецкой территории. И сейчас мы выйдем уже на земли Турции. Турцию досмотр вещей. Их, как я люблю. Пианино в кустах. Надеюсь, я не удалось заснять его. Ну вот, я на территории Турции. Бывшая территория Грузии. Было время, когда граница Грузии проходила через Трабзон. Мечеть меня встречает. Вот так вот не очень презентабельно выглядит переход со стороны Турции. Ну, да и бог с ним. Пойдём, посмотрим, где у нас автостоп будет лучше. Огромное количество народу, что в ту сторону, что в другую. На вход в Грузию тоже очень много людей. Вот тут сразу автобусная остановка. Сейчас я немного похожу здесь. Посмотрю, где можно купить сим-карту туристическую, если здесь возможность это сделать. Ну вот. И надо будет двигаться в сторону траппона. Кстати, не увидела я ни одного туалета. Сейчас попробую выяснить этот вопрос. И непонятно, в какую сторону идти. Полосы разделены. И одна полоса проходит по тоннелям. Вон там вот, вы видите, выезжает грузовик. Вторая идёт вдоль берега. Посмотрим, что будет с автостопом. На самом деле, кроме автобусов и маршруток, пока я машин не вижу, чтобы они ехали. Но, надеюсь, мне повезёт. Ближайший город Кима-Паша в трёх километрах. Подходят тут большегрузы, машины какие-то. Машина с азербайджанскими номерами вот сейчас прошла. Вот так вот у нас выглядит берег турецкий. Тихое, красивое, спокойное море. Минут двадцать мы стояли. Очень много машин проезжало. Проезжали турки пустых машинок. Никто не останавливался. Застопили мы машину вот эту вот большую. Минут двадцать мы стояли. Минут двадцать мы стояли. Минут двадцать мы стояли. Минут двадцать мы стояли на наборах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok